Тема, так как я её обозначила, на самом деле звучит очень странно, потому что прощальные стихи Мандельштама, у них нет названия, и это последние воронежские стихи. Это такая вот мандельштамовская двойчатка, обращённая к Наталье Евгеньевне Штемпель. Они в некотором смысле, особенно в последнее время, действительно являются поводом для наррации бесконечной и комментированы бесконечное количество раз, и комментарии на самом деле очень интересные, и комментарии, так сказать, перетекают один к другой и продолжают один к другой. Но, тем не менее, я решилась про это рассказать, и рассказывать я, собственно, буду не про Мандельштама, а про другого, про греческого поэта, потому что в основном я занимаюсь греческим, современным греческим миром. И это, собственно, мой личный опыт, потому что на протяжении многих лет я преподаю новогречески, и много времени очень, каждый день говорю по-гречески, и просто много времени преподаю. И очень давно, практически с самого начала, я пришла к тому, что поскольку жизнь очень коротка, и вот этих нарраций бесконечное количество, то и, в общем-то, все равно, что взять, если предполагается, что ты просто обучаешь человека иностранному языку, то поскольку любой язык, и обладающий только устной традицией, и тем более обладающий письменной традицией, создает огромное количество феноменально прекрасных текстов, то нет никакой необходимости, преподавая язык, вот идти по коммуникативному методу, читать учебники, прислушиваться к тому, что люди говорят на улице. То есть мне кажется, что если ты предлагаешь немецкий, то нужно, скажем, начинать с Гельдерлина и с Канта. Ну, то есть начинать с того, что тебе, собственно, нравится. Потому что лингвистически совершенно не важно, что ты берешь. Грамматику ты можешь преподавать, так сказать, на любом основании. Так вот, всякий раз, когда я читаю с моими студентами такую невероятно важную в греческом контексте поэму современника, абсолютного современника Мандельштама, ну, то есть не абсолютного современника, но современника, он родился, это ангел Секельянос, вот это он был невероятно, то есть вы будете видеть вот всякие картинки из его жизни. Это он со своей женой, такой эксцентрической красавицей, которая занималась в Париже археологией и этнографическим танцем и вообще танцем. Подругой была подруга Асидора Дункан, американка Эва Палмер, которая еще была невероятно богата, происходила в очень богатой семье. А Секельянос был в этот момент главным греческим поэтом, то есть поэтом пар экселанс. Он вот был такой же красивый, как, скажем, Шелли, Байрон или вот Александр Блок. То есть он был поэтом вот такого рода, высокий, золотоволосый, выделяющийся сразу из толпы там на любой улице. Греки совершенно его обожали, несмотря на то, что он входит в поэзию, в общем, очень сложными, метрически сложными стихами, но это звучит абсолютно как его собственный монолог, и он абсолютно побеждает греческую публику. Его пять раз выдвигают на Нобелевскую премию, при этом на фоне этого два греческих выдающихся поэта Элитис и Сеферис получают эту Нобелевскую премию. И он не получает, но благодаря своему авторитету и обаянию невероятному, и собственно деньгам, вот этим американским деньгам Эва Палмер, которую он совершенно разоряет, он устраивает, он пытается возродить и, собственно, может быть, начать заново дельфийские игры так называемые. То есть он устраивает грандиозное действие, Эва осваивает древнее, так сказать, искусство ткачества, учит девушек из, ну так сказать, у греков нет аристократов, то есть нет либро-доро, но это просто люди, которые традиционно имели деньги и выходили, ну обычно пираты в прошлом, и женились на красавицах. Ну то есть вот такая греческая аристократия. Называется архондикесико-еннис. И, значит, эти вот девушки, они учатся танцевать, они учатся ткать вот эти древнегреческие туники, и устраиваются такие грандиозные совершенно действия в дельфах, где они ставят античные спектакли, Прометея Прикованова и Просительница Схила они поставили. Вот, но это все кончилось, когда кончились деньги, значит, когда вот семейство Эвы Паумер было полностью разорено, это все прекратилось. Значит, это все происходит, как сказать, параллельно с жизнью Мандельштама. То есть вы понимаете, что жизнь Мандельштама протекает совершенно другим образом, но когда вот уже, так сказать, лишившейся своей невероятной красоты, денег, жены и копны волос Секильянос, пишет в 1937 году, то есть примерно, собственно, тогда же, когда Мандельштам пишет свои прощальные стихи к Наталье Евгеньевне Штемпель, он пишет совершенно удивительную поэму, которая называется «Священная дорога» и «Раулос». И в этой поэме он говорит, что, в общем, и, собственно, стихи к Штемпель, как многократно указывали исследователи, и вот этот текст, они очень сильно связаны с Данте. Ну, стихи к Штемпель связаны с Данте, с моей точки зрения, и главным образом метрические, и, ну, буквально, ну, некоторыми просто вот такими перекличками, как вот «Вершняя погода» — это вот из первой, из самого начала «Дольче стаджоне», то есть вот просто вот такими совпадениями, которые связаны с идеей вот этого мифа, который сквозит и, так сказать, разлит в нашей жизни, то есть идеей перехода от смерти к жизни и от жизни к смерти. И, так сказать, вот этот момент, когда герой выходит на некую дорогу, ну, вот в случае стихов Штемпель он наблюдает, как идет героиня, в случае Секельяноса он идет сам, и Секельяно, собственно, пишет о том, что он выходит, уже он, а он всегда пишет про себя, то есть вот он старый усталый человек, разбитый, он выходит на дорогу, которая, собственно, является самой древней дорогой в Греции, там, не знаю, 2500 лет, скажем, и она идет в Элевсин. По этой дороге идут сейчас всякие фуры и автобусы, не знаю что, и она, в общем, вот так же, как и Элевсин выглядит очень так, то есть это такая, в общем, некрасивая, я бы сказала, Греция, довольно такая обшарпанная, несмотря на то, что Греция, в общем, обычно красивая, но вот есть такая довольно мрачноватая Греция, и Элевсин такое мрачноватое место. Значит, Элевсин, как вы понимаете, это место, где происходят элевсинские мистерии, и для Секельяноса, собственно, элевсинские мистерии являются главным лейтматимом в его жизни, то есть это то, к чему он пытался прийти, устраивая вот эти самые элевсинские игры. И он говорит о том, что он подходит к некоему камню, который сегодня греки называют агелосипетро, то есть это дословно, значит, несмеянный камень. Это тот камень, на котором сидит Деметра в отчаянии, в опустошении, когда она понимает, что она потеряла Персифону и, так сказать, в своих блужданиях просто просто устает. И когда вот, так сказать, к ней подходит эта ямба, и тогда она, так сказать, решает идти в царский дворец, принимает это. И сидя на этом камне, поэт видит цыгана, который ведет с собой медведицу и медвежонка. И они невероятно ярко описывают. Я не буду вам читать это сейчас по-гречески и даже по-русски, потому что просто нет времени. Но это потрясающий на самом деле текст, то есть он описывает вот эту медведицу как некую такую, я бы сказала, даже не древнегреческую, а вавилонскую богиню, потому что она там вся в каких-то бусах, кольцах, и он пишет о ее глазах. И цыган заставляет ее танцевать, она уже совершенно измучена, вот это Эва Палмер, вот, она уже совершенно измучена, и она уже не может танцевать, и тут он начинает бить этого медвежонка несчастного, и она начинает тогда танцевать. И тогда Секельянос, и вот этим кончается, он говорит, что я дал ему Драхму, ну и это, так сказать, Харон, и тоже вот момент перехода. То есть там абсолютно все, то есть каждая фраза может быть проанализирована таким образом. И этот анализ, он на поверхности. То есть, ну, любой человек, который, ну, мне кажется, даже человек, который никогда не слышал о существовании Деметры, что-то такое вот понимает, вот про что это. А тот, который слышал или хотя бы один раз открывал в детстве Куна, он понимает, как вот мы. Вот. Ну, а греки это знают, как бы сказать, по определению, и поэтому это, в общем, очень такой ясный текст. Вот. И он дает ему Драхму, и он, это кончается таким вот воплем его. При этом он очень интересные вещи делает с метром. Он, как бы сказать, это одиннадцатый сложник, который он по мере поступления освобождает. И этот одиннадцатый сложник идеально следует, собственно, движениям самого героя. Дальше вот происходит некая остановка, а дальше и вот танец медведицы такой неровный. Всё это вот тоже очень сильно перекликается, собственно, с стихами к штемпель, где есть вот такой замечательный разбор, который сделал в Фейсбуке великий переводчик на французский, русской поэзии, Андрей Маркович. Он разбирает вот это стихотворение, и он показывает, как стих... Ну, это вот у Седоковой тоже есть сходный, так сказать, разбор, но он показывает, каким образом вот это описывается женщина, которая хромает, и каким образом метр следует за её движением, а потом он говорит, что это называется по-французски, я не знаю, есть ли у нас такой метрический термин, цезур аэриен, то есть воздушная цезура одушевляющего недостатка. Её влечёт стеснённая свобода одушевляющего недостатка. И он говорит, что вот на этом одушевляющем недостатке есть как бы ощущение, что должна быть цезура, но её нет, и поэтому возникает ощущение взлёта. И это, так сказать, в метрике вот именно таким образом называется, то есть воздушная цезура, то есть похожие вещи делает Секильянос. И он говорит, что наступит тот день, когда вот души Моя, Деметры, Прозерпины, Персифоны, Иуды, Христа, потому что, значит, главным литмотивом его творчества является синкретизм, и является вот этот вот переход от храма, от Парфенона к храму Марии Парфенос, от христианства, от античности к христианству, и о том, что в христианстве сквозит всегда античность. Вот. То есть, что я хочу сказать, что, собственно, вот идея каким-то образом это сопоставить, это такая техническая идея, потому что я поняла, что лучший и такой вот мгновенный способ дать, вот привести к этой, тому, о чём говорил Сигал вчера в своём докладе, Дмитрий Михайлович, к этой, собственно, интериоризации стиха, то есть, что вот стих – это то, что может быть интериоризировано. На самом деле, мне кажется, что, ну, скажем, если вы возьмёте красивое описание вина по-французски, вот, и, ну, просто заставите кого-то или, ну, вот, обычно это нужно, чтобы кто-то себя заставил, выучить это наизусть и, как бы сказать, войти в это описание, то этот текст станет стихотворением. Вот. Но в данном случае речь идёт вот о моих студентах, которые обычно не читали, не знают с детства стихов Кштейнпель. Они, ну, как мы понимаем, они довольны, при том, что они действительно много учат древнегреческие, но, тем не менее, они ухитряются довольно смутно представлять себе миф о Диметрии и Персифоне. Ну, в общем, обычно я имею дело с людьми, ну, как бы сказать, неподготовленными. Тем не менее, вот, это, ну, вот, прочтение двух текстов параллельно, то есть, когда ты читаешь поэму Сикельяноса, вот, а поскольку всё-таки в Греции, и уже вот наши студенты это понимают, поскольку они там бывают, к счастью, вот, и вот это, это, так сказать, специфика Греции, то есть это наличие сохранённого лексикона, что является абсолютно следствием, вот, установки языковой политики, вообще всей истории греческого языка, того, что греки, ну, очень давно, в V веке до н.э. осознали, что язык является эталонной ценностью, и проволокли этот лексикон через всю Византию, и, так сказать, вот, не реализовали, в отличие от евреев, мечту вернуться на говорение на древнегреческом, то есть, вот, этого им не удалось осуществить, но всякий раз они возвращали волевым порядком лексику, то есть, эта лексика, она постоянно архаизируется, постоянно возвращается, кроме того, в ситуации, в результате дегласии, то есть, вот, разрыва между разговорным дискурсом, и, да, я прошу председателям меня показать мне, я тогда уже кончит, наверное, да? 10 минут? До 11. А, ну, замечательно, я думала, что всё. Да, то, что я говорю, это вот в контексте моего доклада важно, потому что это, так сказать, очень важные характеристики самого Секельяноса. Так вот, значит, вот, собственно, греческая трагедия – это проклятие вот этого великого прошлого, постоянное, так сказать, их ощущение, что если они лишатся вот этого древнего языка, они лишатся всего, потому что больше у них ничего нет, и в результате, уже начиная с, собственно, конца 19 века, у них имеет место разрыв дискурсов. Это вообще жуткая действительно вещь, потому что человек, когда рождается, он начинает говорить на некотором языке, а когда ему нужно говорить о чём-то абстрактном, он должен перейти на другой язык. И это другой язык, как бы сказать, с той же лексикой, грубо говоря, но с другой морфологией, вот, и отчасти другим синтаксисом. Поэтому на протяжении, поскольку это происходило очень долго, это приводило к тому, что те люди, которые, собственно, вот, жили в том, что мы называем the world of mind, да, то есть интеллектуалы, они были вынуждены не... то есть они были лишены спонтанного творчества. Судя по всему, что-то подобное уже мы имеем и в Византии, потому что, ну, собственно, вот, так сказать, если сопоставить исламскую сагу со всей продукцией византийской литературы, то, в общем, ощущение будет странноватое в смысле вот этого вот эффекта литературного произведения. Вот. Но вот уже в XX веке, то есть в момент, когда пишет Секельянос, произошло буквально чудо. То есть они освободились от этого. И поэтому греческая поэзия XX века представляет собой абсолютно уникальное явление. То есть она... ну, вот мы действительно, так сказать, избранники судьбы, потому что у нас есть великая русская поэзия. Вот. Но я должна сказать, что когда я стала читать греческих поэтов, то я была просто поражена, потому что это совсем другое. Этого мало, но это невероятно прекрасно. Вот. И Секельянос, ну, вот его, так сказать, потрясающее обаяние при жизни, и то, что действительно вся Греция считала его главным греческим поэтом, это связано с тем, что, собственно, было два поэта в Греции, абсолютно свободных от размышлений о языке, которые не рефлексировали, не думали, пользоваться ли им архаическим языком или народным языком, и вообще вот по какому пути им идти. То есть он совершенно свободно берет слова там, где он их находит. Вот. И вторым таким поэтом был Кавафис. У него была, как бы, совершенно другая логика, и он шел совершенно другими путями, но вот это два, как бы сказать, самых свободных лингвистически греческих поэтов. Вот. Так что, собственно, на этом я могу и кончить. Но действительно, вот удивительный эффект того, что в присутствии одного стихотворения другое актуализируется, мне кажется, что это очень интересно. И действительно, ну вот если, так сказать, сопоставить эти два текста, ну давайте я просто напомню вам. Так, есть у меня еще три минуты? Три минуты больше. Да, хорошо. Ну вот просто вот стихик Штемпель, да, «К пустой земле невольно преподая, неравномерной сладкой походкой, она идет чуть-чуть опережая подругу юную, подругу юную, быструю юношу погодка, ее влечет стесненная свобода, одушевляющего недостатка. И может статься ясная догадка, в ее походке хочет задержаться, о том, что это вешняя погода, для нас праматерь гробового свода, и это будет вечно начинаться». То есть то, что я, собственно, хотела сказать, что вот в двух этих текстах проступает вот этот миф о вечной матери-богине и что то, что несколько всех поражает, что Мандельштам говорит Наталье Евгеньевне, когда он приносит ей это стихотворение, что написано на обложке уборника Мандельштама, Боротынского, что это любовная лирика и что это лучшее, что он написал. Так вот, это действительно, с моей точки зрения, абсолютно любовная лирика, потому что, ну вот, я осетинка и воспитана моей прабавушкой, которая действительно была носительницей мифологического сознания и, я думаю, что реально существовала даже не в 19-м, а в 18-м веке. Так вот, для нее было два главных, вот таких, две главных вещи, связанных вот с этикой. Одна – это месть, то есть идея мести, как вот главный моральный постулат, к сожалению. А вторая – это роль плакальщицы, то есть самое вот, ну, собственно, и Ахматова тоже об этом пишет, то есть самое возвышенное, и я бы сказала, самое чувственное, что мужчина может сказать женщине, он может попросить себя похоронить и оплакать. Хотя Мандельштам там говорит, как бы все наоборот, он говорит наоборот, встречать умерших и провожать воскресших. То есть, но это действительно, как мне кажется, так сказать, вот прямое обращение к матери-богине, то есть он ее с ней полностью ассоциирует и связывает. Вот, и в этом, и это высокая любовная лирика. Все, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ